Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сегодняшнее утро начал в Тольятти. Там он побывал на крупнейшем химическом предприятии Тольятти Азот. Это один из ведущих мировых производителей аммиака и карбамида. Вячеслав Федорищев осмотрел производственные мощности и ознакомился с работой третьего агрегата карбамида, который был введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Его запуск позволил создать дополнительно около 100 новых рабочих мест и увеличить общий выпуск карбамида на 85%. После этого глава региона отправился в Москву, где встретился с замглавой администрации президента Максимом Орешкиным. Говорили о конкретных планах по развитию Самарской области, о социально-экономических проектах, в которых нужна поддержка федеральных структур. И она у нас есть, рассказал в Рио губернатор в своем телеграм-канале. Обсудили итоги приема документов от потенциальных кандидатов на должность губернатора Самарской области и на другие выборные должности региона. Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами в регионе совместно с представителями политических и общественных объединений при участии экспертов в области избирательного права провел круглый стол, посвященный завершению важной процедуры в избирательной кампании. Подробности далее. Самарская область продолжает готовиться к выборам. 6-7-8 сентября жителям региона предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов, представительные органы власти. На должность высшего должностного лица области своей кандидатуры в обл. избирком заявили 8 человек. По информации избиркома, только 7 из них в установленный срок представили документы на регистрацию в качестве кандидата. В избирательной комиссии уже приступили к их проверке. По результатам проверки всех документов, в случае выявления каких-либо недостатков, либо об отсутствии документов, безусловно, каждый кандидат будет уведомлен в установленном порядке, в установленной сроке, то есть за 3 дня до принятия соответствующего решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата. Все кандидаты будут надлежащим образом уведомлены о заседании, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации. Поэтому в данном случае у нас 10 дней по закону с момента принятия всех документов на принятие соответствующих решений. На должность губернатора Самарской области в избирком представили документы. Вячеслав Федорищев от партии «Единая Россия», Алексей Лескин от Коммунистической партии Российской Федерации, Владимир Плякин от партии «Новые люди», Степан Соловьев от партии «Зеленая альтернатива», Михаил Маряхин от «Справедливой России. Патриоты за правду», Наталья Бесярина от ЛДПР «Либерально-демократическая партия России», Григорий Еремеев от «Демократической партии России». Серьезных нарушений, каких-то ситуаций, которые требуют вмешательства и разбирательства, пока не зафиксировано. Сегодняшний наш круглый стол является логическим продолжением соглашений, которые заключили Общественная палата и политические партии, и работа уже началась. Мы, естественно, смотрели и средства массовой информации, и блоги, и если кандидаты ведут какие-то личные социальные сети, мы всю информацию отсматриваем, аккумулируем, но в настоящее время ни один из кандидатов не заявил о каких-либо проблемах, которые у него возникли при процедуре выдвижения и регистрации. Одним из механизмов, обеспечивающих легитимность выборов, является муниципальный фильтр. Это подписи муниципальных депутатов, которые собираются в поддержку кандидата на должность губернатора. Такая практика появилась в Самарской области в 2012 году. Избирательная система на стадии выдвижения кандидатов, на той стадии, которую мы с вами обсуждаем, предполагает невозможность создания каких-либо барьеров для реализации гражданами возможности быть избранными. Перед собравшимися по видеосвязи выступил федеральный эксперт, председатель Ассоциации некоммерческих организаций, независимый общественный мониторинг Александр Брод. По его словам, подготовка ко дню голосования в Самарской области проходит динамично, при активном участии политических объединений, самовыдвиженцев и общественности. Я отметил позитивный опыт Самарского общественного штаба по взаимодействию с неправительственными организациями, политическими партиями. И особо, что было отмечено и порадовало меня, это мониторинг состояния помещений для голосования. И даже и другим регионам я этот опыт рекомендовал для использования и изучения. По данным ВЦИОМ, за последние три года у населения растет доверие к выборам, в том числе благодаря открытости и прозрачности всего избирательного процесса. Этому способствует независимое общественное наблюдение, организованное одноименным региональным общественным штабом. Напомним, в его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты под части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцу. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Самаре продолжается подготовка к отопительному сезону. Сегодня в региональной столице под председательством заместителя главы Самары, руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова, состоялось заседание профильного штаба. В нем приняли участие энергетики и представители других ресурсоснабжающих организаций и предприятий, районных администраций и подрядчики. Основные вопросы повестки касались ремонта и технического перевооружения теплотрасс. Подробности в сюжете Полины Чуляковой. В ходе подготовки к следующему отопительному сезону в столице региона продолжаются ремонт и модернизация теплосетей. Сейчас работы ведутся на многих участках. Сложные задачи предстоит выполнить и на улице Антонова-Овсеенко, в районе дома номер 80 по улице Ивана Булкина, в направлении движения к улице Авроры. Уже сегодня с 23.00 до 6.00 августа здесь начнут действовать ограничительные меры. В связи с этим схемы движения изменятся. До 30.00 июля трамвайные пути в указанные локации выведут из эксплуатации. В период производства ремонта для сохранения транспортного сообщения с 5.30 до 22.30 будут курсировать бесплатные автобусы. Они со всеми остановками проследуют по улице Антонова-Овсеенко. От остановки улицы Ивана Булкина до остановки улицы Ставропольская, находящейся на улице 22-го портсъезда. Интервал движения составит от 5 до 12 минут. С бесплатного автобуса можно будет пересесть на трамвай, либо с трамвая на автобус. Более подробная информация об изменении организации движения, в том числе городского пассажирского транспорта, размещена на официальном сайте администрации Самары. Мы, когда готовились к этому переходу, основное у нас было, что подрядчик готов с точки зрения наличия трубы, лотков и так далее. То есть все материалы у него есть. Сейчас это готовность 100%. Скоро и в районе перекрестка улиц Нововокзальная и Фадеева подрядной организации предстоит вести работы на теплосети, проходящей через проезжую часть. Перекрытие будет полное двух полос. Там невозможно сделать так, как на Антонова-Овсеенко, то есть так, чтобы движение автомобильного транспорта оставить. Поэтому перекрываются улицы, будут полностью. Ситуацию обсудили из госавтоинспекции. В частности, пришли к решению о том, что выезды с дворовых территорий многоквартирных домов не перекроют. Жители смогут свободно выехать. В настоящее время эти и другие вопросы продолжают досконально прорабатывать. В профильном департаменте пояснили, что специально немного отсрочили работы на втором перекрестке, чтобы сначала возобновилось движение трамваев по улице Антонова-Овсеенко. Руководитель департамента городского хозяйства также подчеркнул, что одновременные ограничения на столь важных локациях неприемлемы для горожан. Для этого и стараются минимизировать неудобства. Отметим также, что после всех вскрытий участков для перекладки теплотрасс предусмотрено восстановление благоустройства. Выполнение и этих работ будет находиться на контроле. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. Вышли на экватор. Пока школьники отдыхают, образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. В одних школах идет косметический ремонт, в других – капитальный. Ремонтируют пищеблоки, спортзалы, спортивные площадки. Ход работы обсудили на рабочем совещании в Думе Самары. Его провел председатель городского парламента Алексей Дегтев. Каким выводом пришли, расскажет Светлана Кудрявцева. В титульном списке капитального ремонта школ значатся 50 учреждений. Пищеблоки ремонтируют в семи школах. В пяти из них ремонт идет по софинансированию с Минобром, в двух – только за счет городского бюджета. Благодарю депутатов городской думы, которые поддерживают историю. Если мы делаем пищеблок, то мы обязательно и обеденный зал ремонтируем, и зону, как правило, около пищеблока. Это история действительно только городского округа Самары. Хочу отметить это. Ремонт пищеблоков во всех образовательных учреждениях завершат до 2029 года. Все школы занесены в лист ожидания. Такие же дорожные карты составят по ремонту спортзалов и спортивных площадок. Работаем совместно с правительством Самарской области. И сегодня благодарны за установку и работу по спортивным площадкам, уличным, тоже продвинулись вперед. И по нашей инициативе депутатов уже второй год капитально ремонтируются спортивные объекты, плоскостные и уличные, которые были построены ранее. На совещании в парламенте задали вопросы подрядчикам и представителям школ, где ремонт идет не так гладко, как в остальных учреждениях. Поставили задачу завершить все работы до 30 августа, чтобы дети пришли в красивые обновленные школы. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский, События. В Самаре продолжают свою работу пункты приема обращений жителей в адрес в Рио губернатора Вячеслава Федоричева. Все полученные сообщения аккумулируют и направляют в региональный департамент по работе с обращениями граждан для дальнейшей отработки или включения в программу развития Самарской области. Подробнее Августина Охременко. Жительница Самары Олеся Ралык во второй раз приходит в пункт обращения граждан. В своем первом обращении она звучала идеи по улучшению региона и вскоре получила ответное письмо. Теперь Олеся снова пришла, но уже с обращением, в котором предлагает свою помощь по улучшению родного региона. Надеется стать частью команды, работающей на благо жителей. В общественных приемных в Рио губернатора Самарской области принимают любые обращения. И можно быть на 100% уверенным, что оно не останется без ответа. Приятно видеть, что Вячеслав Андреевич так открыт людям и при этом очень требователь к выполнению наказов жителей нашего региона. В Самаре с 24 июня во всех районах города работают пункты приема обращений жителей в адрес главы региона Вячеслава Федорищева. Приемные открыты ежедневно с 9 до 18.00. На сегодняшний день к нам уже обратилось 39 человек. И очень удобно, что общественные приемные располагаются в разных районах города. То есть, например, сегодня к нам обратилась жительница из промышленного района. Но она работает в Ленинском, поэтому, соответственно, ей здесь удобнее оставить свое обращение. Реестр с адресами пунктов приема заявлений жителей размещен на сайте правительства Самарской области. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, должен ли ребенок делать подарок родителям с первой зарплаты. Как в семье принято, наверное. Не обязательно. Ну, может быть, чисто так. Если мама много вложила с папой, например, в них, почему бы не сделать? Мое дело. Как правило, так и делается. Всегда ребенок делает всем подарки с первой зарплаты. И в первую очередь родителям, конечно. Сделалось приятно, да, маме цветочки купить и себе какие-нибудь штучки. Я делал и считаю, что должен. Конечно, это, как бы, я считаю, правильно, потому что родители тебя воспитали, вложили очень много в тебя. И, соответственно, на его усмотрение, но я считаю, что нужно, наверное, все-таки. В благодарность родителям за то, что они воспитали тебя, дали тебе учиться дальше дорогу в жизнь. И в мое время было принято, и как-то это для семьи очень приятно, когда он родителям, ну, семью должен всех одарить. В Самаре проходит Всероссийский молодежный форум движения первых «Иволга». Он объединяет участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны и ближнего зарубежья. Это уникальное событие продлится 9 дней. За это время участники смогут обменяться опытом, представить свои проекты и выиграть гранты на их реализацию, а также обрести новые знакомства. Подробности в нашем материале. Виктория Александрова из Чистополя впервые приехала на молодежный форум «Иволга», чтобы представить свой проект, созданный за два года работы в команде. Виктория хочет поделиться разработкой в сфере Академии туризм, направленной на просвещение молодежи и студентов в сфере наследия ее родного региона. Надеется, что проект получит положительную оценку и ей удастся его реализовать. Мы будем создавать мастер-классы и показывать даже из этого мастер-класса, используя историю культурного наследия города Джукитао. Он тесно связан с историей древней Булгарии, с украшениями, с глиняной посудой и с другими предметами. На самом деле очень рада, что попала на этот форум. Он является таким масштабным, каким могла бы себе представить просто. То есть этот форум объединяет людей со всей России. Екатерина Косолапова приехала на Всероссийский молодежный форум «Иволга из Пензы». Хочет представить свой проект «Вместе всем весело», направленный на изучение культуры разных республик в формате игры для детей и их родителей. Надеется одержать победу и реализовать свой проект. Формат у нас «Новый день равно новая национальность». Будут конкурсные программы, кухня, народные костюмы и информационные презентации. В этом году на молодежном форуме «Иволга» впервые будет работать детская дирекция. Ее задача – поддерживать оргкомитет и помогать в создании и проведении мероприятий. Это прекрасная возможность самым активным ребятам со всей страны познакомиться с ролью организатора на форуме. Увидеть, как это, что он делает. Каждый из нас, например, я являюсь специалистом по культурно-досуговой программе. И у меня очень важная часть. Я буду работать за сценой и помогать с организацией номеров. На «Иволгу» всей семьей. Так звучит главный девиз форума этого года. Он созвучен с объявленным президентом Владимиром Путиным годом семьи в России. 11 тематических смен будут посвящены инновационным форматам работы школьников и студентов, обмену лучшими практиками в работе с детьми и молодежью, а также развитию ключевых навыков у каждого молодого человека для его становления в будущем. Это потрясающая энергетика. Те «Иволги», которые здесь проходили, они очень интересны, полезны, содержательны. И действительно дают и знания, и импульс для трамплина наших самых талантливых ребят в будущее. Вечером участников форума ожидала насыщенная концертная программа, где для них выступили танцевальные и вокальные коллективы. Августина Охременко, Константин Головин. События. Помогут четвероногому другу стать счастливым, умным и верным питомцем. В Самаре больше года работает школа для собак ГАВС. Недавно создатели стали лауреатами фонда немалого бизнеса от Альфа-банка и получили возможность рассказать о своих уроках массовой аудитории. Как хозяину добиться идеального взаимопонимания со своим питомцем, расскажем в нашем сюжете. Не просто помочь в обучении питомца, а усилить связь между собакой и хозяином. Такую цель чуть больше года назад поставили для себя основатели школы для собак ГАВС. С помощью специальных упражнений и заданий инструкторы школы помогают владельцам самых разных собак, вне зависимости от возраста и размера, создать такие условия общения, чтобы комфортно было жить и четвероногому, и человеку. ГАВС имеет расшифровку. Главный акцент – воспитание собаки. Спорт и воспитание – это разные вещи. Может быть прекрасно дрессированная собака, но совершенно не воспитанная в быту, прыгающая, стаскивающая со стола еду и так далее. Поэтому акцент на воспитание. В этом году создатели школы стали победителями фонда немалого бизнеса от Альфа-банка, что позволило им рассказать о своей уникальной для Самары программе воспитания собак для широкой аудитории. В школе доступно объясняют, почему животному необходимы внимание, воспитание и постоянная умственная работа, которую и помогают организовать инструкторы. У собаки нет базовых настройков, что она умная. Нет, ее нужно все равно воспитывать. Вы берете собаку, и уже вы несете ответственность за нее. То есть ответственность в правильном кормлении, в правильном лечении и в правильном воспитании. На занятия нужна предварительная запись. Лохматых учеников и их владельцев ждут каждый день с 9 до 20 часов по адресу Ленинская 310. Своих клиентов специалисты затем консультируют и дистанционно помогают поддерживать уровень воспитанности четвероногих друзей. Елизавета Прокопенкова, Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События. Работодатели рассказали о популярных причинах неявки сотрудников на работу. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. По словам 55% работодателей, чаще всего в качестве причины неявки на работу сотрудники называют болезнь или недомогание. Каждый пятый кадровый специалист, 21%, регулярно слышит от прогульщиков фразу «Я проспал». 6% представителей компании рассказали, что их сотрудникам явиться на работу чаще всего мешают многочасовые пробки на дорогах. 3% опрошенных в качестве самого популярного оправдания прогула назвали посещение работниками поликлиники или стоматологии длиною в день. Еще 3% болезней детей сотрудников гласят данные опроса. Стало известно, сколько дней смогут отдохнуть россияне на новогодние майские праздники 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России. Майские выходные продлятся 8 дней – с 1 по 4 мая и с 8 по 11. Также россияне смогут отдохнуть 11 дней во время новогодних праздников – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025. Футбольный клуб «Акрон» продолжает укреплять состав, как и баскетболисты «Самары». А тольяттинские спортсмены стали лучшими на российских соревнованиях в слэш-хоккее и автоспорте. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футбольный клуб «Акрон» продолжает укреплять состав и после старта в премьер-лиге. К команде присоединился 21-летний полузащитник узбекского андежана Шерзоте Санов. Он провел 27 игр в узбекской суперлиге и забил два гола. А также выступал за юношескую и молодежную национальные сборные. Также к тольяттинцам присоединился 22-летний форвард португальского Эштарила – Жилсон Бен Шимл. Последние два сезона он провел в Оленде в Бенфике-Бе. За 31 игру совершил 12 результативных действий. А своей сборной Кабо-Верде Жилсон помог этой зимой дойти до 1-4 Кубка Африканских наций. Американский форвард Ронни Харрелл подписал контракт на один сезон с баскетбольным клубом «Самара». 28-летний спортсмен всю свою профессиональную карьеру провел в Европе. Выступал в чемпионатах Испании, Германии, Греции, Румынии и других. Имеет опыт выступления в Еврокубке. В Туле завершились первые всероссийские соревнования по слэш-хоккею среди ветеранов СВО «Героя нашего времени». В этом турнире Самарскую область представляли две команды – «Лада Слэш» и «ЦСК ВВС Слэдж». Они встретились между собой в полуфинале. Сильнее оказались тольяттинцы – 1-0. С таким же минимальным счетом по булитам «Лада Слэдж» победила и в финале команду «Звезда» из Санкт-Петербурга. Самарцы заняли четвертое место, а третьим стал слэш-хоккейный клуб «Союз» из Владивостока. В течение 10 дней на территории России и Монголии проходило международное ралли «Шелковый путь». Экипажи стартовали в Томске и финишировали в Улан-Баторе, преодолев 5243 километра. Победителем спортивной дисциплины «Ралли Рейд Опен» стал экипаж тольяттинской команды – Дмитрий Воронов, Кирилл Яникеев. Они прошли маршрут ралли на автомобиле «Лада Нива Спорт» за 68 часов 5 минут и 23 секунды. В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Около 50 участников вышли на старт, чтобы преодолеть полосу препятствий. Шаги, большое колесо, барьеры, кольца, перелеты, финишная стена. Победителями стали Юлия Минанхметова с результатом 40,63 секунды и Денис Илющенко, преодолевший полосу за 28,61 секунды. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям близнецов, двух и более детей, зачисленных в первый класс, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее выделения является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. Россиян обеспечит качественной питьевой водой, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района Самары. В 79 регионах страны строят новые и модернизируют действующие системы центрального водоснабжения с применением современных технологий водоподготовки. Более 1200 объектов водоснабжения введены в эксплуатацию по федеральному проекту «Чистая вода». До конца года планируют запустить еще порядка 200 объектов. В Самарской области 7 объектов водоснабжения планируется к завершению воду в эксплуатацию в текущем году. 14 объектов ввели в эксплуатацию с 2019 года. Лето в самом разгаре напоминает администрация Красноглинского района. А значит, пришло время для очередного анонса тренировок по месту жительства. Занятия спортом на свежем воздухе и в шаговой доступности проводятся бесплатно. Их ведут профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы. Проводятся силовые и стретчинговые тренировки, а также зумба и сальса. Они проходят на набережной и в парках Самары. Подробные расписания можно посмотреть в телеграм-канале Красноглинского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok